Итак, всем привет, с вами Дабгэ. Продолжаем играть за Францию Виктория 3. В прошлой серии мы тут с Африкой еще разобрались, но самое главное, заложили основу экономики и основу различных законов. Нам, конечно, еще остается детский труд запретить, права трудящихся защитить, и потом уже выйти в социализм, но в принципе мы уже идем туда. И начать двигаться как раз к Советской Республике, и после этого уже начать насаждать нашу Советскую Республику другим странам. Собственно говоря, все точно понятно, в этой серии, я думаю, мы продолжим колонизировать. Плюс-минус, я думаю, повоюем еще, возможно, в Южной Америке, возможно, в Индонезии. Нужны нам дополнительные колонии, ресурсы, чтобы потом, конечно же, о собрании там рабочих вы не подумайте. Вот, так что поехали. Итак, угроза в революции проходит, собственно говоря, ожидаемо. Ой, смотрите-ка, сразу у нас есть сохранение закона правособрания. Ребята, без проблем. Я, в принципе-то, и как бы, ну, не против. Отлично, как я и говорил, закон этот можно спокойно убрать. Нам только нужно бы начальное образование обязательно сделать. А, у нас подразвалилась партия. Ага, смотрите-ка. Но они хотят туда же вступить обратно, так что ничего практически не поменялось. Так, вооруженные силы только здесь не нужны. Ну, мы делаем вот такое вот правительство. И у нас отлично опять. А, ну-ка, радикализация промышленников. Нет, нам такое не подойдет. Промышленники слишком большие пока что. И, как я и говорил, давайте-ка уже будем поддерживать профсоюзы. И здесь мы сможем сменить национальную гвардию на гарантию свобод, радикализацию вооруженных сил и мелкой буржуазии. Давайте попробуем. Если говоря, можно вот это уже убрать, вернуть сюда. Нам вот это нужно? Пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Ну да, вот так вот попробуем. Сейчас посмотрим, появятся там какие-нибудь... Да, бухтение появилось. Ладно, а если мы сразу отменим? Бухтение убралось. Все, значит не будем их на бухтение провоцировать. Все очень просто. И можем... Не знаю, пропорциональный налог, чтобы больше денег забрать у богатых. Либо, возможно, я бы еще и парламентскую республику хотел. Но здесь, видите, тоже все против. Надо, короче говоря, с радикалами что-то делать потихоньку. Чтобы у меня было больше лоялистов. Они все еще перекрывают радикалов. Но не настолько, как хотелось бы. Я думаю, можно попробовать вот это сделать. В теории... Да. Против этого не бухтятся. Социалистов, все говоря, мы исследовали. Но пока что Советскую Республику, да. Нереально, нереально. Ну, мы и дойдем, дойдем до нее. Все в порядке. И что же там теперь дальше качать? Промышленность дальше, я полагаю. Без чего-то нового. Тут все достаточно просто. Поехали в электричество. И будем двигаться вот сюда, пожалуй. О, мне проклял ивент. У нас теперь радикальный чел в мелких буржуа. Это, да, слабило опять-таки революцию. Но самое главное, он теперь, я думаю, присоединится вот в эту радикальную партию. Ну, по крайней мере, по законам, да. Вот, он теперь будет поддерживать изменения. Отлично, у нас все меньше и меньше чел впротив. Это по вот этим ивентам, видимо, свободы, равенства, братства. У нас и промышленник радикал. Так, подождите. Не значит ли это? Нет, не значит. Ну, ладно. Так вот, можно посмотреть, что это значит. Он за всеобщее избирательное право, за защиту свободы слова и за гарантию свободы. То есть мы вполне себе сможем сейчас поменять вот это. Поменять вот это. О, господи, 70% как прекрасно. И всеобщее избирательное право поставить, да? Вполне себе, поехали. Вот как раз-таки у нас весна народов просто сейчас идет. Достаточно приятный ивент для нас в итоге. Я ожидал, что он будет только мешать, как обычно. Там людей нет, мы это не будем строить там. Но в итоге он нам только помогает, и я этому рад. Радикально партия получила очень много голосов. Вместе с Орлеанской, на самом деле. И видите, партсоюз у нас от этого только хорошеют. Ну и плюс, мы их поддерживаем, так что они потихоньку тоже будут расти. И то, что у нас интеллигенты, на самом деле, двадцатку уже имеют тоже очень классно. Это плюс очень много миграции. Ну и минус стоимость общественной технологии, тоже полезная для нас тема. Давайте посмотрим, что у нас по миграции, допустим, в Париж. Я бы сказал солидная, солидная. И это она еще, я думаю, не так сильно развилась, как могла бы быть. Кстати говоря, беспорядки все еще есть. Все-таки радикалов многовато, надо бы, да, как я говорил, от них избавляться. Надо следить за уровнем жизни, получается. Нужно супер застроиться всеми потребительскими товарами. Ну и еще, кстати говоря, можно налоги, пожалуй, снизить. Я думаю, да, уже пора. Вот тут еще, кстати, плюс классный ивент. На пять лет поддержка профсоюзов. Это солидно. Нужно, нужно толкать их вперед. А вот промышленники пускай падают вниз, я не против. Кстати, благодаря этим выборам у нас теперь законное правительство 92% имеет. А теперь законно крутится просто бесконечно быстро. И это мы еще можем отменить потребительские налоги. Давайте-ка отменим на спирт. Вот так вот. Будет еще быстрее. Все еще не безумно баф, но нормально. У нас все равно деньги есть. Нормальные такие, так что мы можем потерпеть. О, а тут еще прекрасные вот эти вот ивенты. Звездовские революции в Британию. Мы закидываем и получаем со всеми плюс два отношения. Ладно, весна народов классное событие все-таки. И тут еще, да-да, какой-то классный ивент, но селянам мы не будем давать привлекательности. И вот она есть, защита свободы слова, плюс распространение технологий сюда. И продолжаем дальше, кстати говоря, можем попробовать. Нет, шансы у нас такие себе. О, промышленники не взорвутся. Поехали. Это у нас очень пустонет, мы и смертность уменьшим. И образование сможем раскачать. Попробуем принять, не получится, ладно. Ну а после этого, конечно же, пойдем, как я и говорил, гвардию сменим и сменим себе распределение власти. И вот уровень жизни пошел вверх. Мы и налоги уменьшили. Сейчас железные дороги тут застраиваем. У меня были некоторые регионы с проблемами, так сказать. Текло, потом кучу... Пшуна построим. С первого раза. Даже челы не успели революцию посовершить. Отлично получается, я бы сказал, даже шикарно. Но теперь уже все, теперь уже вы, ребят, ничего не поделаете. Хотя забавно, что они начали делать революцию, хотя у них ноль. Ну ладно. Это не так интересно все, защиту прав рабочих мы уже точно не сможем сделать. Вот, как я и говорил, гарантию свобод, радикализация вооруженных сил. Ужас. А вот всеобщеизбирательное, только земли владельцев. Поехали в общее избирательное. Шанс? 100%. Сю? Плюс, да. А, видите, они потому что хотели всеобщеизбирательное право. Вот эти как раз-таки ребята. Блин, ну это шикарное совпадение получается. Ну и логично, что с первого раза прошло 100%. Что у нас теперь в правительстве? 95%. Кайф. Ага, они поддерживают революцию. Ну, ребята, ну я только что ваш закон принял. Можно, наверное, революцию убрать. Разработчик, вы не подумали об этом, да? Ну ладно. Ой, классический баф профсоюзов. То, что нам надо. Что мы можем? Нет, ну сюда мы не можем. У нас, северя Бонапарта есть. Какое-то. Сюда мы не можем все еще, к сожалению. Но под гарантией свобод мы можем. Ворушенные силы немножко побухтят. Но я думаю, потерпят, да? Да, цензура не радикальная. Нормально. Тут еще появляются радикальные персонажи в других каких-то партиях. Но мне самое главное, вот если появятся радикалы вот здесь, то все, вот это будет, я бы сказал, шикарная ситуация. Потому что тогда и они не будут злиться. И есть у нас гарантия свобод. Господи, мы реформируемся просто шикарно. Нам бы теперь вот эти все институты повысить было бы тоже шикарно. Кстати говоря, у нас плюс лояльность еще добавляют. У нас очень жестко сейчас, видите, улетают радикалы. Просто посмотрите на это. Жесть. Ну, мы еще и законы попринимали, которые они хотели. Так что вдвойне все шикарно. Так, ну вот это вот реакционные законы реакционеров мы не будем принимать, очевидно. Нам бы еще массовый призыв поставить. Так говоря, вооруженные силы против, забавно. Хотя, мне кажется, вот в текущих реалиях, наверное, они бы были за. Ну, вот какие-то землевладельцев, можно их попробовать. То есть, видите, здесь только они. Давайте, давайте попробуем. Скорее всего, вот это вот движение достанет радикальным. Все, не надо сразу провоцировать революцию. Насколько нам больно добавить будет землевладельцев в правительство? Очень больно. Делать мы так не будем. Ладно. Время нашей экономики, как обычно, просто взяла и выросла полтора раза. Ну, такое бывает у нас. Ничего нового. Ишки так не умеет, но что поделать. Ну, мы застраиваемся, как я и говорил, будем потихоньку минуса ликвидировать. И вот уровень жизни растет. Ну, тут еще и налоги, конечно же, на этом сыграли. Кстати, единственное, немножко обратно вернуть, потому что у нас минуса, видите, неплохие. И стоит, как я и собирался, подстроить бюрократии. Бюрократия. Я всегда с ударением не уверен в этом условии. Давайте как-то вот так. Потому что нам институтов надо качать много. Нам нужно и здесь докачать, и здесь будет докачать. И здесь, и здесь. Очень-очень много это. Давайте. Давайте-ка наладим экспорт картин. Почему бы и нет. И вот там можно еще поставлять вот сюда. Это опять, как я и говорил, это выгодно. Поэтому давайте продвигать наше искусство французское. 30 уже фабрик Академии Искусства. Это круто, видите. А здесь занятость, ну минимально, если сравнить это, и на вон с инструментами. Здесь несколько тысяч, а здесь вон тысяча. Очень, и при этом производят очень дорогие вещи. Я там строю кучу рубля. Но я думаю, параллельно еще можно перейти на электричество. Вот здесь вот. Мне для этого нужно 4000 электричества. Ну, я бы сказал, что это не слишком-то и много. Итак, пока вот нету движения, давайте попробуем все-таки защиту прав рабочих. Пропихнуть пока никто не видит. Она будет крутиться достаточно быстро. Катали без купюр. О, сюда. Плюс три отношения со всеми. Вот это, ну почти со всеми. Со многими. Со многими. И там еще плюс два, отлично. Эти венты нам нужны были. Сейчас, я думаю, без радикализма мы сможем пройти. У нас тут злятся эти вооруженные силы, землевладельцы. Но терпят, терпят. Значит, отлично все. Вот здесь прокатый ивент. И смотрите, в целом нормально. Здесь землевладельцы бухтят побольше. Но мы можем потерпеть это. Итак, по-моему, у нас инвестиционный пул стал 1.2 миллиона. Прироста? По-моему, да. О, защита прав рабочих. Ну, сейчас, сейчас он у нас впадет. Минимальная зарплата. А, подождите, это за картой? Плюс десять. О, господи, вот это выглядит опасно для нашего инвестпула. Но безопасно для наших работников. Сейчас посмотрим, что там будет происходить. Думаю, там у нас еще, да, баф, все правильно. Вот от него у нас такой инвестпул еще. Ну, отлично, на самом деле. Мы сейчас очень много построим за очень дешево. А еще, пока у нас законники не принимаются, давайте попробуем пропорциональный налог принять. Сейчас там это плюс бабки. Богатых мы побольше отберем. Нормально, в общем-то, тема. И раз у нас инвестпул так значительно вырос, почему бы нам не построить опять побольше строительных секторов, чтобы этот пул высушить до дна? Наверное, там вот шестьдесят шесть миллионов надо тратить. И есть, тоже очень быстро. Должны мы еще больше обрезать промышленникам силы. Промышленники, кстати говоря, не сильно-то и против. Они, видите, все еще довольные. Реформируют эти радикалы там. А профсоюзы потихонечку растут, растут, набирают силу. Кстати говоря, стопроцентная легитимность правительства. Но я не думаю, что здесь кого-то смысл добавлять, потому что мы сразу два деления потеряем. Нам такое не нужно. И нам даже сейчас особо нечего качать. Смотрите, здесь мы сделали то, что хотели. Здесь сделали, сделали. Здесь я пока не хочу сюда идти. Мне минус рождаемость нечем пока нужна. Она, соцзащита, не сильно полезна, я бы сказал. Но, в принципе, можно. Давайте-ка, вот это пока не будем, что здесь доля рабочей силы сокращается. Но вот можем попробовать субсидирование зарплат провести. Что-то это у нас готово-готово, готово-готово. Готово-готово. Теории можно будет когда-нибудь прогрессивный налог поставить. Кстати говоря, даже еще больше денег дает, забавно. Но, в общем-то, ладно, пока что здесь еще можно поменять. Готово-готово-готово. Но вообще можно, в теории, вот сюда сменить. Но это не точно. И, ну, до Советской Республики нам еще, конечно, далеко. Пока здесь... Нам нужно брать здесь кучу лояльности. Нам нужно лоялистов очень много набрать перед этим. И нам нужно, чтобы у нас, ну, профсоюзы имели очень хороший уровень власти. А это еще не скоро. Посмотрите на этот спрос на картины. Понимаю, тут да, потому что высший класс просто огромный. И при этом очень богатый. И картины просто, ну, 300 картин уже хотят. А я только что достроил новые здания, да. То есть, посмотрим на ка. Ну-ка, ну-ка, на наши Академии Искусств. Вот они. Их уже 50. А они хотят еще. Ну, что ж, я дам вам еще одну. Надо строить прям очень много. Потому что, ну, 150 картин, 140. Знаете, здесь по 3. То есть, ну, нужно, ну, где-то 40, либо 50 этих домиков-то и построить. Я все строю во Франции. В Эль-де-Франции, точнее. Но можно в теории построить еще одну Академию по соседству, я бы сказал. Блин, это очень приятно, забавно. Но самое главное, выгодно. О, вот и субсидирование зарплат подъехало. Бюрократия у нас отвалилась. Вместе с этим. Надо ее сейчас будет поднимать. Как я и говорил, возможно, нам вот это помогло сэкономить, да. 15% это... Вот 10 тысяч, но это неплохо, согласитесь. Просто полторы тысячи сюда мы закинем. Но пока не будем это менять. Кстати, у нас здесь партии немножко разделились. Интеллигенты отдельно. Социалисты отдельно. И мы еще можем сюда добавить... Кстати, а можем вот так сделать? Нет. Окей, тогда давайте как это и было, так и оставим. Кстати говоря, мы можем достигнуть революционной победы, если монархию сменим. Вопрос, насколько нам нужна эта победа? В теории, да. Там какие-то бафы даются. И, ну, нам, в принципе, было бы полезно, для нашей легитимности сделать себе парламент. И потом уже от него, наверное, чуть будет попроще к Советской Республике. Так что давайте попробуем. Плюс там, по-моему, сейчас будут ивенты на принятие городских парламента. Вроде попытки убить нашего монарха. И только я вот достроил картины, как смотрите. Спрос снова растет. Французы хотят видеть искусство. Но раз они хотят видеть искусство, мы им дадим искусство. Почему бы и нет. Ну, просто это очень, как я и говорил, добавно выглядит. Так, это я переборщил не той кнопкой, но сейчас подправим. Так, как я и говорил, мы продолжаем колонизировать Африку. Займемся уже вот этими территориями. Так, конечно же, мы отправляем наши войска. Забавно, смотрите, тут кучула 6 перков. Резко такое бывает, но иногда вот и случается. И есть у нас парламентская республика, и теперь победностная революция, да, случается. Плюс легитимность, либо плюс 10% лойлистов вообще всех. Они перехватили в Советскую Республику? Почему? Профсоюзы, что с вами не так? Пожеро, это кто? Это наш... Ага, я понял, типа президента, что ли, стал? Тенец. Ну, ладно. Ну, 10% лойлистов, это да. Да, это, как я и говорил, это очень сильно. Видите, у нас теперь очень жесткий баф. Нужно, чтобы кто-то захотел теперь Советскую Республику. А почему социалисты перестали хотеть? Это странно, но ладно. Оба, нас здесь, конечно же, парни отступились. Идем дальше. У нас теперь цвет немножко поменялся, стал посветлее. И именно республикой мы стали. Здесь строю кучу плантаций, потому что у нас некоторые плиты роскоши, надо было удешевить. Кроме того, опять картины. В цене, ух, как мне это приятно. Кроме того, у нас здесь малярия скоро будет, профилактика от нее. Мы начнем еще круче колонизировать. Вот я хочу, смотрите, если будет конец монархизма, это хорошо. Полуторговли у нас не будет. И я бы хотел путь социализма вот эту получить, но видите, у нас надо, чтобы была хоть какая-то группа коммунизм, авангардизм или анархизм. Но у нас пока ничего из этого нет, ни у кого. А следовательно, мы не можем начать путь к социализму. А я бы хотел. Ну, я думаю, мы после этого начнем застраиваться. Я хотел бы искать зерном, но видите, у нас какой огромный пул, а мы его тратим никуда, потому что у нас здесь плантации строятся. Надо бы какие-то заводы построить, чтобы немножко себя экономически получше почувствовать. А затем я бы хотел реально настроить кучу зерна, зерно продавать, а вино хотя бы потреблять, потому что у меня, видите, стоимость вина просто безумная. Потому что французы имеют любовь к вину в этой игре. Да, я думаю, не только в игре. Ну-ка, вот оно, тяга к вину идет. Из этого у нас потребление вина просто огромное. Ну, надо как-то с этим что-то делать. Кофе, чай. Я все это сделал. Надо построить, наверное, фабрики мебель и одежда, потому что они тоже в минусе, а нам нужно куда-то деньги эти тратить. А затем заняться зерном и вином. Еще, я думаю, стоит уже начать включать некоторые территории, и начнем мы вот с Северной Африки, пожалуй. Вместе с тем, начнем там строить промышленность, потому что нам не хватает уже населения здесь. Здесь, кажется, и есть, но на самом деле там уже есть очередь туда построить. А вот здесь еще есть какое-то население, в которое можно что-то построить. Мы так и сделаем. Здесь потихоньку страны мы тоже захватываем, они отступаются. Ну, никто не хочет с Францией сражаться. Это даже немножко грустно, чтобы мажоры потом не отступались. Хотя, когда мы будем насаждать всем Советскую Республику, я буду не против. Австрия поддержала Анколия. Австрия начала стремиться ухудшить отношения. А добавили Австрия... Нет, Австрия не добавила себе никаких казусов Белли. Ну, тогда эта война выглядит очень глупой с их стороны. Потому что я просто захочу эту страну, и будет Белый мир. Потом в Австрии ничего такого. В Австрии, на самом деле, некоторая торговля была. Из-за чего у меня теперь не все так приятно стало. Свинца. Да, именно я очень много у них покупал. Но это хорошо, что я заметил это сейчас. Мне стоит всего лишь расширить свои свинцовые родники в Африке. Все очень просто. Это показало мне, каких ресурсов у меня в данный момент не хватало на рынке самостоятельных. Здесь битвы простенькие все были. Мы уже захватили их. Ну и все. Сейчас захватим область и замеримся на Белый мир. Чем Австрия сделала, это непонятно. Только по своей экономике ударила. Наша, ну, чуть-чуть пошатнулась, но ничего такого. Мы это сразу же заметили, и сейчас покрываем. Вот, как я говорил, она вызвалась цель войны. В Австрии Белый мир. Торговля, кстати, сразу же восстановилась. У нас шелка немного не хватает. Давайте подимпортируем. Но самое главное, мы можем шелк точно так же у нас производить. Поэтому ничего такого. Хотя здесь нет населения. Но давайте построим все равно. Оно туда прибудет в один момент. И начнет там работать. Верно. Давайте посмотрим, что здесь по населению. Миграция в минусе. Почему? По какой-то 3,8, у 21,7. Плюс 50%, плюс 25%, равно 3,8. Что? Игра, с тобой все в порядке? Почему здесь везде сломалась миграция? Что это за шутка? Что это за шутка? Здесь же нету беспорядков. Ничего. Просто сломалось и все. Ну ладно, у нас все еще прирост огромный, уже 1,45. Со смертностью мы боремся очень хорошо. Нам бы еще министерство туда раскачать. И с этим повысится еще и уровень жизни по той причине, потому что там зарплаты у нас еще большие в реформе стоят. Следовательно, нам что надо? Правильно. Построить больше домиков. Это раз, два. Мы уже делаем все централизованное планирование. И выйдем скоро на телефоны. Правильно, здесь тоже в телефоны мы инвестируем немножко очков. Ну и здесь мы дождемся, когда у нас, конечно же, техи докачаются. Не будем мы все 20 тысяч вкачивать сами. И тут против нас Ишки повоставали, вот этих вот, которых мы колонизируем. Из-за этого, к сожалению, не получится нам дальше продолжить войну вот здесь. Ну, ничего. Тоже вот эти захваты вполне себе приятные. И нам нужно две сотни картин еще на наш рынок произвести. Как я и говорил, мне это нравится, поэтому я буду продолжать их строить. Извисимо от того, что нам что-то еще нужно построить. Картины во Франции мне хочется развивать. А еще мы тут можем уже сделать фотографическое искусство. Три сотни картин. Я чувствую, я сейчас этим уволюсь, я, конечно, рынок. Ну, что поделаешь. Искусство требует жертв. Кроме того, я думаю, спрос должен все равно подняться еще дальше. Так что на будущее пойдет. Потихоньку, по крайней мере. А, еще смотрите. В Руссии и в России наша картина тоже пользуется спросом. Прекрасно. Давайте еще в Австрию их закинем. Кто еще может их в теории покупать нормально. Ценен, я чувствую, там вряд ли. Что там по уровню жизни? Ну, да. Здесь хотя бы у богатых 27,5. Здесь даже у богатых 22 всего лишь. Вот здесь 38. Здесь вполне себе. Полагаю, что здесь бы мои картины. Да. 42,7. Вот это... Аня будет, конечно, бедных. Мы сопроцветаем. Мы не обузим. Не волнуйтесь. Эмбарго односторонний. Давайте, кстати... Слушайте, это эмбарго только их на нас? Да. Ладно. Тогда ничего мы не сделаем. Ладно. Я думаю, вообще на этом можно было бы серию подзакончить. Мы очень солидно выросли. На первые места уже дошли. Мы очень много законов провели. Институты сейчас раскачиваем просто безумно. Теперь у нас суперлиберальное государство в данный момент. А мы теперь от... Либеральное, кстати говоря, у нас тут бафы... О, плюс кино. Давайте. Перейдем в очень социалистическое государство. Хоть к социализму, он недалек. Нам надо хоть, чтобы хоть кто-то просто получил себе нужную идеологию. И потом мы как бы, ну, к этому придем, придем. Вот. Хоть, в принципе, у нас готов. Так что продолжайте... Берите, как мы по нему идем. А с вами, ребята, был ДАПГ. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok